Здоровье и безопасность школьников стали поводом для рабочей поездки представителя губернатора Натальи Рябченков-Карачаева. По поручению главы региона она осмотрела здание школы, оценила готовность к приему детей, а также вместе с директором школы и начальником территориального управления района осмотрела прилегающие к учебному заведению территории. Какие проблемы требуют безотлагательного решения, знает наша съемочная группа. Через этот ход продукты в столовую, как мы сейчас поняли, и с учетом того, что очень хорошее дело начато, строительство бассейна, но возникла проблема. Проблема в том, что перегородило строительство дорогу к подвозу продуктов. Подвоз продуктов в школу начнется со 2 сентября. До этой даты еще есть несколько дней у сотрудников Уренгой-Дорстроя и Уренгой-Горводоканала. Первые перекрывают путь подвоза складированными строительными материалами. Другие перекопали проезд. С начала августа на этом участке меняют трубы. Работы практически завершены, но траншея по-прежнему стоит открытой. Уренгой-Водоканал месяц назад практически зашел на территорию школы, чтобы за три дня сделать эти работы. За три дня не удалось. Месяц на исходе просьба к Уренгой-Водоканалу закончить это буквально за два дня. Ремонт в школьном медблоке тоже не окончен, пока силами специалистов Ямальской железнодорожной компании идет обновление в стоматологическом кабинете. Для полного и качественного предоставления школьникам медицинских услуг необходимо привести в порядок и рабочее место педиатра. Нам нужен ремонт в медицинском полностью секторе. И поэтому просим тех же самых руководителей, которые сегодня помогают школе, обратить внимание. Я думаю, что мы будем с ними разговаривать на эту тему. Есть и приятные моменты. Пожарное депо рядом со школой достроят в недалекой перспективе и окончание возведения бассейна. В следующем году территория образовательного учреждения будет благоустроена. Эту работу возьмет на себя компания Уренгой-Дорстрой. Очень красивые деревья у нас здесь. Они давно растут, рябины. Поэтому, наверное, Людмилу Федоровну попросим, чтобы общественников и наш дом Карачаева мы сейчас попросим, чтобы собрали общественников, эковолонтеров и предприятия подключатся и аккуратно пересадили эти деревья. Потому что здесь должны складываться строительные материалы. Уже в понедельник в коридорах школы зазвучат детские голоса. Проблемы, которые находятся в стадии решения, не должны повлиять на образовательный процесс. Павел Прожогин, Татьяна Астафеева, Гарник Маргарян, Служба новостей, Импульс.